Российский нарратив сейчас такой, что американцы бросили Украину, не разрешают нам лупить атакам с Амепон на российскими аэродромами российской территории. И с точки зрения происходящего в Украине, конечно, немножечко досадно, потому что правила и логика войны, она требует уничтожения российской тактической авиации там, где она базируется. Ну зачем сбывать каждый отдельный Су-34, отдельная ракета, если можно уфигачить одним атакам сам в кассетном исполнении и сжечь несколько полков одновременно. Это понятно, но по большому счету, и это вот уже тема нашего стрима, которая звучит так, что тем самым продолжается. Да, Запад, какой бы он ни был, решительный, нерешительный, но они по большому счету просто транслируют Владимиру Путину простую истину. Отползай, идиот, дед из Украины, будет хуже. Вот опять же, там вся эта телеграмма, это общественность говорит, а Украину кинули, не разрешают ей наносить этими атакам сами удары по российской территории. Так вот, я хочу задаться вопросом вслух, и давайте просто обсудим. А что это значит? Ну для нас это не является суперновостью, это очевидно. Но только получается, что война, она полностью управляется Соединенными Штатами. И секундочку, кто-то скажет, ага, мы тут страдаем, а мы тут действительно страдаем от российских бомб. Но подождите, тогда это очередной раз подтверждает мой тезис, что старческая ручка Джозефа Байдена, она просто держит Владимира Путина за яйца. И только изменением номенклатуры вооружений война поворачивается в любую сторону. Но эти изменения, опять же, плавно, но они будут происходить. Эта неделя, она же феерична. Получить от Швеции в подарок два авакса, то есть самолета дальнего радиолокационного обнаружения, для того, чтобы координировать, нацеливать наши F-16. Ну это понятно, вот это как раз то, что мы любим, то, что я всегда говорил, особенно перед контрнаступлением прошлым летом, что должна быть комплексность. Армия, она не может без чего-то, она не может без солдат, пехоты и механизированных подразделений, если она не прикрыта с воздуха, ну что, все там становятся внизу уязвимыми. Так вот, какая интересная штука получается. Значит, Владимир Путин сказал на всю Россию, что вы нас выйдете на деле, мы будем делать санитарную зону на территории Украины. И пошли они на Харьков. Но только давайте-ка теперь разберемся, а что получилось в результате попытки наступления на Харьков в Харьковской области. Наступление, ну завязло. Да, там идет Рубева, уничтожили Волчанск, спалили кучу домов. Потери со всех сторон. Наступать, как мы знаем, ну никто это вроде как не скрывает, все-таки сложнее, чем обороняться, но в части потерь. Хотя, да, российские авиабомбы с комплексами планирования и коррекции, они, ну это страшное оружие. Там маленькие ядерные взрывы такого тактического плана. Бам-бам-бам. Это страшно. Но в этой истории получается, что этот новый министр обороны такой же дуралей, как и Шойгу. Потому что Харьков они не взяли, но нарушили вот это негласные договоренности не бить по России из-за американского и, как выяснилось, не только американского вооружения. Что это значит на практике? Что вот эта санитарная зона, она действительно будет и с большой вероятностью, как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. И для Белгорода это очень-очень грустная история. Плюс с Атакамсами, конечно, получилось обидно. Ну, история не закончена. Хотя, как мы видим, подходы к использованию своего оружия в странах НАТО могут раз-два и поменяться. Просто сказали, а теперь можно. Ну, я сторонник такой, что, конечно, надо ждать, терпеть, когда можно будет фигачить Атакамсами по Воронежу. Бомбить Воронеж — это такая национальная забава. Это классно. Но лучше развивать свои системы. Вот Нептуны начали прилетать на порт Кавказ. Это вторая часть переправы, соответственно, Керчь и порт Кавказ. Оказывается, наши ракеты, они Бавовну делают ничем не хуже. Но есть один очень важный момент. Почему АВАКСы, Ф-16, все это передается Украине? Для того, чтобы сбивать в небы российские самолеты. И если российская военная промышленность еще в состоянии клепать планирующие бомбы, вот, между прочим, что они там, сейчас у них самое большое, что с комплексами планирования не кидают, это ФАП полторы тысячи. Страшное оружие. Страшное. Но недавно Тувинский марш, он там показывал, перед тем, как его уволить, он там показывал ФАП пять тысяч и так далее. Насколько мне известно, они их еще не кидают, не запускают. Почему? Да потому что надо носитель другой под это. Бомба большая и тяжелая. А законы физики для российской армии никто не отменял. Так вот, история того, что можно использовать как патриоты для того, чтобы сбивать заходящие на ударные позиции российские тактические самолеты и, соответственно, использовать свою будущую авиацию, а тут уже, по-моему, все-таки счет пошел на часы, ну, на дни, наверное, говорит о том, что самолеты они потеряют и будут ходить со своими бомбами. Потому что если бомбы, вот эти вот ФАПы, ну, им по наследству от САВКА досталось много, что-то они производить начали сами сейчас, так вот, с бомбами, ну, у них неплохо. А вот самолеты делать массово и быстро Российская Федерация не в состоянии. И, ну, я исхожу из того, что все-таки, ну, для меня это вот одна из таких колоссальных надежд, что мы сможем, используя Ф-16 и другие военно-технические решения, просто эту тактическую авиацию отогнать, как только планирующие бомбы перестанут падать на наши окопы, их так называемая инициатива захлебнется. Она уже захлебнулась, просто цена будет немножечко другой. А Российская армия, которая бьется об украинские позиции, она же бьется с понтами, понимаете? Она бьется с понтами, или это конвульсии присмертные, или понты, мы захватим Киев за три дня. А тут ничего не получается из этого. Результат какой будет? Кто бы что ни говорил, начнет вот это вот недовольство в российских там низах, армейских коллективах зреть. Потому что они уже задаются, даже пропагандисты задаются вопросом, а как же это так? У нас есть ядерная бомба, почему же мы ничего не делаем? Путин грозит Западу, ну, надо бы отвечать. Так вот, я не очень люблю это сравнение, но, по-моему, в некотором роде оно в данном случае уместно. Мы поговорим об Афганистане, но не в контексте вывода или бегства американской группировки из этой прекрасной горной страны, солнца и камней, да. А поговорим в контексте того, когда там была советская армия. Значит, до 1986 года у советской группировки, да, Украина входила в состав Советского Союза, и наши граждане, срочные службы, ну, и вообще украинцы принимали участие в этой войне. Ну, все было более-менее так, как это, нормально. Но потом, и это более-менее нормально достигалось за счет того, что контролировался полностью воздух вертолета-тактической, авиации, соответственно, штурмовики, Су-25, и все это обеспечивало преимущество над парнями в тапочках, с автоматами, ну, и в своей прекрасной одежде, которая, очевидно, для гор идеальна. А потом произошло следующее. У маджахедов, то есть, ребят, которые там живут, появились переносные зенитные комплексы, и все сразу изменилось. Начали лупить и Ми-24 вертолеты, и самолеты, и они потеряли небо, потеряли, ну, они, как это, советы, скажем так, со всеми вытекающими последствиями. Там всего, в Афганистане, Советский Союз потерял более 270 воздушных судов и вертолетов, и, соответственно, самолетов. И война пошла по-другому. Так вот, если, а я так вот вижу, что это просто какой-то супер задум и наш, и наших союзников, если мы достигнем вот этого, вот этой вот позиции, когда Су-34 взлетел и был сбит, уничтожен. Как только подтвердится вот эта вот информация, я сегодня делал отдельное видео по этому поводу, что пилоты Су-24, Су-34, Су-35С, ну, естественно, всех стратегов, начали писать рапорта с просьбой переведите нас в пехоту, будем считать, что цель, поставленная и нашим военным командованием, ну, и вообще здравым смыслом, она достигнута. И все для этого предпосылки есть. Значит, по поводу усиления и, значит, риторики, которая сейчас звучит там на болотах, они все немножко дребезжат. То есть, если учесть, что на земле вот эти конвульсии наступательные российской армии продолжаются, они вообще уже не говорят об этом. Вообще им неинтересно, как выяснилось там уничтожение того или иного населенного пункта. Даже Волчанских особо не беспокоит. Хотя там некоторые пи-расы время от времени пишут свои конченые сюжетики о том, как им не жалко ни один город, лишь бы Белгород не бомбили. Кстати, по поводу Белгорода. Ну что, Путин начал наступление в Харьковской области. Прилетов в Белгороде стало больше или меньше? Белгородцы есть здесь? Что-то мне подсказывает, что честный ответ стало больше. Да и вообще, как это странно. Значит, Манничелла говорит, мы сделаем на санитарную зону, а Бавовны, то есть хлопков, то есть поражений на российской территории становится больше. Конечно, российские фашисты-патриоты сейчас скажут, а вот мы сейчас залупили этой ночью вам так, по ТЭС попали, по ГЭС на Запорожской попали. Не без этого. Не без этого. Еще раз. Жизнь вообще, когда тебя бомбят ракетами, она не сахар. Но только кто вам сказал, что это вам даст вот это преимущество для того, чтобы выиграть войну? Вы, конечно, можете наслаждаться того, что вот у меня нет сейчас электричества в квартире. Но что-то мне подсказывает, что это мы переживем. Вот как-то переживем и с большой вероятностью даже будет весело в конечном итоге. Все это отстроится и будет модернизированное, современное, не советское. Вот в чем, мне кажется, главный такой вот момент, на который я хотел бы обратить внимание. То есть, россиянам, вот еще раз, сама вот позиция Джозефа, он говорит, по России можно? Напоминаю жителям Российской Федерации, что наша базовая РСЗО, Хаймарс и МЛРС, они летят на 80 километров. Вот считайте, на территории России вот и есть уже это демилитаризованная зона, санитарная зона на вашей территории. 80 километров. То есть, это в любую точку вдоль границы она же линия фронта может банально прилететь. Этого вам обещал Путин, да? Он вам рассказывает, что нужно там держаться и вы добьетесь всех целей. Так пусть Манничелла хотя бы сам скажет, какие цели он хочет достичь. Я понимаю, что там миньоны его говорят, что доукранизация Украины, уничтожение Украины. Но, понимаете, там Соловьев на говно исходит, что надо все бомбить. Давайте расчехлять отдельную бомбу. Ну, то есть, понятно, что это мысли Кремля. Но этого же мало. Объективно, этого мало. Потому что политику любого государства, в том числе фашистского, определяет президент. этой страны. То есть, Владимир Путин. А он что-то как-то юлит. Юлит и не может сказать, а где задачи, где цели этой войны. Вот он, когда был в Ташкенте, в Узбекистане, он же там на самом-то деле все вопросы, понятно, касались конечным итоги Украины. Тоже мне должно быть каким идиотом поехать в Ташкент, чтобы размышлять по поводу Украины. Так вот, у него там была такая фраза, что Узбекистан это вторая по величине, а по населению бывшая республика Советского Союза. Во-первых, что-то мне подсказывает, что очень многим узбекам они просто манали, они положили все, что можно положить на все это постсоветское пространство. слишком много времени прошло и там если кто-то и приезжает в Россию работать, то, понимаете, только российские нацисты и либералы типа Юлия Латынина, они могут по мигрантам делать вывод вообще по поводу всей страны и всего Узбекистана. Делать вывод, что вот там все такие вот только малообразованные, вот этот вот, так они это любят подчеркнуть, которые работают на непрестижных работах и так далее, и так далее. А я думаю, что это не так. Так вот, там Путин сказал, что в Узбекистан 37 миллионов населения это вторая позиция после России. Чем он хвастался? Я не знаю, сколько у нас людей сейчас на территории Украины, понятно, многие эвакуированы, мои дети сейчас в эвакуации и в некотором роде я когда я знаю, что они в безопасности мне это больше приносит радости, чем наоборот. Хотя я тут иногда грущу в одиночестве, ну не всегда в одиночестве, людей здесь много классных, которые эвакуироваться не намерены. Но вот этот тезис, то есть это он нам говорит, он говорит, что я хочу вас истребить всех, чтобы вы были ни второй, ни третьей стороной по населению вот на этом пространстве, а самый последний. Так это не является секретом, только надо эти вещи, раз ты президент в Сияраше, как ты себя называешь, раз ты там суперстерх, то так скажи, скажи, в том числе и своим этим придуркам, которых ты покупаешь и отправляешь за сколько там, за 200 тысяч рублей в Украину на войну, ну извините, так себе, как мне кажется, это мотивация. Согласны? Убежден, что согласны. Так оно и есть. Так вот, а вопросы? Так, кто не подписался, не забудьте подписаться. Кстати, насколько мне известно, теперь комментарии в чате могут оставлять только подписчики моего YouTube канала. Я там, надеюсь, все правильно настроил. Тут некоторые приходят и начинают тут транслировать вот эти российские бредни. У нас нам они не нужны. Вот правда. Вопрос от Александра. Прокомментируйте угрозы пропагандистов России устроить публичное уничтожение одной стран НАТО. На какую страну намек? Страны Балтии, как это повлияет на Украину? Вы знаете, мне иногда кажется, что я даже видео эту аналогию привел. Они ведут себя как маньяк. Такой знаете, маньяк-извращенец, но уже старый, у которого на пол шестого. Когда-то Владимир Путин, когда он еще позиционировал себя как стирк, он говорил так, если драка неизбежна, то надо быть первыми. Так вот, с точки зрения логики этого гопника, это уже произошло. Ну, смотрите, американцы еще раз, они просто говорят, ну, еще раз, их позиция понятна с точки зрения вот этой большой игры, как бы угомонить Владимира Путина и самых агрессивных российских соседей, эта война не перешла на новый уровень, чтобы действительно кто-то случайно не расчехлил ядерную бомбу и так далее, и так далее. Так вот, ну, так давайте уничтожите, попробуйте, в принципе, по кому-то бахнуть. Если быть совсем циничными, вот мы тут иногда как бы так с таким неодобрением читаем новости, когда там висково-поветренные селы Польши говорят, что мы подняли наши истребители F-16, мы всю ночь следили за том, как бомбили Украину, и нам это не нравится, потому что ракеты ложатся все ближе к польской границе, и они пока в этом не принимают участие. Так вот, если начнут бомбить Польшу, то все это заиграет другими красками. Опять же, это вот так называемые этапы эскалации. Почему вдруг в публичное пространство ввели этот вопрос о том, что, а может быть действительно начнем с западных областей Украины и будем закрывать немножечко с натовскими комплексами ПВО. Почему два года об этом никто не говорил, а сейчас заговорили? Так это вот опять же, это туда вот отвратительная формулировка, ну да, это так называемые сигналы, что Вова, ползай, у тебя здесь ничего не получится, у нас больше самолетов, у нас больше бомбы, да, мы не хотим терять вообще ничего, мы не хотим менять свой образ жизни. В Европе классно, что все эти рассказы о загнеющем западе, ну, это только опять же, действует только на тех, кто всю жизнь ходит в туалет такой, знаете, на улице, там, где летом очень жарко и много мух, а зимой очень холодно и мух нет. Я такими туалетами пользовался в юные годы достаточно часто. Вот на них это может повлиять, что запад загнивает, а так нет. То есть, понятно, они тут на это смотрят, все будут сейчас всеми мельными шагами модернизировать свои армии и внимания. Грозят НАТО ситуации, когда у них не получается Киев за три дня. Самое интересное, что у них не получится Киев ни за три дня, уже не получилось ни за три недели, ни за три месяца, ни за три года. Это тоже не получится. А потом будет три декады, три столетия. Ну, и на каком-то этапе будущее поколение россиян, я не знаю, они, наверное, все будут носить имя Рамзан, это будет обязательно, они просто скажут, а зачем это все? И тот, кто первый скажет в России, зачем нам эта война, его потом выберут президентом, ну и если это будет кто-то из родственников Кадырова, мы единственное, что оттелеграфируем, ребята, берите власть в свои руки, нам с вами будет легче договориться. Так, Богдан Назаренко, спрашивает, какая вероятность, что Россия и ухудшающаяся для нее ситуация вынудит агрессивно действовать Китай по отношению к Украине, Тайваню, потеритесь своими размышлениями. Богдан, я вообще не думаю, что они будут действовать как-то по-другому, наши китайские товарищи, они, да, им тоже нравится эта игра, когда Российская Федерация, она же, как это, они же любят говорить, война до последнего украинца. Ну, друзья мои, на этой же войне не только украинцы погибают, российские кладбища растут, и за Уралом тоже растут, а там Китай, там, вот мне понравилось, даже тут, по-моему, один из пропагандистов такой, Крамову сказал на Китай, что вот, это будет наша будущая проблема. Они же все понимают. То есть, да, ненависть к существованию Украины, сознание затмевает, это правда. Но, когда чуть-чуть начинают раскладывать эту ситуацию с точки зрения геополитики, они понимают, что они в же, опе. И Путин эту глубину он все время увеличивает. Просто увеличивает. Вот они сейчас хотят, я не знаю, там, Сумы, Харьков, еще что-то. Ну, попробуйте. Понимаете, если до Путина сейчас не дойдет, а до него, к сожалению, не дойдет, то и Атакамсы полетят по российской территории во всю глубину. А потом будут и эти, и тамагавки, и всякое такое. Просто, знаете, мне же, эта игра западного мира, она мне тоже не близка. Потому что я же здесь, я же не в Вашингтоне, не за океаном. И меня геополитика, она, она вот прямо вот в Запорожье, ее чувствуешь очень хорошо, и в Славянске, в Краматорске, и напротив ЗАЭС, только с другой стороны Днепра. Чувствуется просто так остро, эта геополитика, и хочется как-то каких-то решений посмелее, побыстрее. Но других у нас союзников нет, и будем откровенны, у нас не самый худший вариант. Вообще, помните, была такая фраза у нас популярная, что хуже не будет. Я же со своей стороны повторюсь, что всегда может быть хуже. Днепра.